Скажите, а какие у вас, собственно говоря, понятно, что вы пострадавшие, да? А помимо этого, есть еще какие-то у вас требования? Требования какие? Да. Ну, а что мы можем требовать? Справедливость? Что можно требовать? А справедливость, на ваш взгляд, в чем заключается? Вот в данной ситуации. Ну, как это объяснить? Как это вам объяснить? Даже не знаю, как вам это объяснить. Просто, понимаете, сразу после трагедии, как бы это, ну... Как это сказать-то? Отношение другое было. Там много обещаний, много всего вот этого. А сейчас по истечении уже двух лет, уже забывается. Ну, мы с Савилевым встречаемся, так. Вот он нас приглашал, там, вот, поедем на, это, субботу, поминальное, на 25 марта поедем. Поэтому, как бы, ну, вот такие встречи. Ну, вот, что-то там, допустим, он делает, если от нас что-то хочет, он узнает. То есть, мы встретились, переговорили, обсудили. Он уже, это... А о чем говорите, как правило, с Савилевым? Ну, с Савилевым, с властями, о чем говорите, когда встречаетесь? Ну, когда проблемы. А какие проблемы? Проблемы? Да. Ну, всякие. Допустим, вот по школе. Задаю его просто частенько. Потому что, ну, вот, сходите в школу, там, ремонт идет. А сколько он идет? С лета. Такую же школу в Новокузнецке уже запустили, на Новый год отдали. А у нас до сих пор работников набрать они не хочут или не можут. Или нежелания у них нет. Три человека наших и армян там три человека, может быть. Может, больше. Ну, почти год уже. Да. А вы скажите, вот, на ваш взгляд, те, кто сейчас на скамье подсудимых, на ваш взгляд, все ли они достойны того, чтобы сидеть на этой скамье? Либо там кого-то не хватает? Да там много кого не хватает. По моему мнению, туда надо еще народу. На скамье подсудимых? Да. А кого еще? Я думаю, там с администрацией много народу. Помимо еще. Просто... Нам много чего не говорят. Ну, так. И как бы по показаниям, допустим, они же все не виноваты. Они же никто не признается по вину. Они вот подсунули взятку. Я не считаю себя виновным. Ну, как бы там... Трубу обрезали пожарную. Там вот надо было ей, начальнице, бутик открыть. Она пожарные трубы отрезала. Ну, там система водоснабжения. Сделала бутик. А пожарка зачем? Мне зачем. А скажите, вы когда приезжаете, например, в суд, вы видите вот этих людей на скамье подсудимых? Там Богданова, допустим. Там Суденок. Там этот пожарный Генин. Там Техдир. Соболев. Ну, и так далее, и тому подобное. Вообще, как они ведут себя? Вы можете что-то сказать о том, скажем так, о поведении их, об атмосфере в суде? Много кто ведет себя нагло. А кто конкретно? Начальники МЧС. Они вообще не виноваты. Они вообще себя виновными не считают. У них все это нормально. А Генин, да. Генин. Генин тоже нагло себя ведет. Он считает, что он герой. Вот он трус его спас. Запнулись они там в темноте. А до пожарной двери, как выясняется, там оставались шаги считанные, чтобы зайти в кинозал. Они туда не пошли. Они его вытащили. Не посчитали, нужен кто-то пойти больше. А вы как думаете, с чем это связано? Хотя они знали, что там дети. Им все говорили, что там дети. Потому что дети до последнего по телефону общались. А как вы считаете, с чем это связано? Вот у Генина конкретно он, что он? Это не его работа. Он просто ходил на работу, так деньги получал. Но по призванию он не спасатель? Нет. Хоть он там и адвокатша таскает бумажки. Он герой. Он там 30 лет у него. Ну не 30, я не помню. Долго работает в МЧС. Но он не спасатель. Они людей не пустили. Матерей, отцов. Хотя некоторые люди ходили туда по несколько раз. Поднимались наверх. У меня знакомый с пожарниками проник. С этим, с пожарным шлангом. Тащил его наверх. Когда была там вспышка, они бросили все и убежали вниз. Туп. Он говорит, вы куда? Он говорит, нет, мы больше не понимаем. Что это за пожарники? Они работали и так, для галочки. Скажите, а вот когда вы узнали о том, что кто вам позвонил? Жена. Жена позвонила? А жена где была? Там. Она там находилась? В зимней вишне? Она вместе с ними поехала? Да. То есть, помимо учительницы, которая... Ну, конечно, учительница... Как бы... Одна, она... Она... Как бы... Ну, как сказать... Мы в школе сидели, как бы, вот вечером... Ну... А когда дети смотрели, получается, мультфильм, они... Все родители, с учительницей, они были... Они просто... Они ушли. Ушли, да. Ну, посадили ребятишек в кинозал, ну, все, и пошли вниз, в кафе. А когда это произошло, то есть, они уже не могли подняться? Нет. Их уже не пустили. Угу. Потому что пожар, дым, быстро очень распространялся, поэтому их уже не пустили. Хотя пожарники прибыли рано. Жена позвонила вам, вы выехали туда? Да. А вы, когда приехали туда, что вы увидели? Бардак. В чем заключался вообще бардак? В чем? Пожарники ходили, как по-русски, штаны носали. Они вот достали этот рюкзак. Чей противогаз? Мой, не твой, там вот. Надо одеть, идти. А не было вот этого, знаете, рвения, помочь. Шланги с водой, все как ежики. Вода льется, шланги дрявые, оборудование никакое. Мужчину снимали с крыши. Застряла пожарная лестница. Они не могли ее отпустить вниз. Потом полез пожарник, ломиком там что-то монтажкой поковырял ее. Кое-как они ее опустили. В школу сходите, в школу, говорит, детей выводили. Но выводили с третьего зала, выбегали дети. У нас здесь тоже, вот у девочки, которая сгорела, у нее был брат старший. Только он не пошел на этот мультик, он пошел в другой кинозал. Вот он выбежал оттуда, их вывели. Потому что там как бы была, ну, как сказать, билетеша более такая. Ну, которая не бросила детечка на зале. А как она ездила с этого кинозала, где у нас погибли ребятишки. Они делали там какой-то эксперимент. Типа она забежала, громко закричала, дети вздыхали. А сама забежала, может быть, два шага крикнула маленечко и убежала. На самом деле она же не признается в этом. Она бы хотя бы могла бы одного ребенка схватить. Или помочь одеться. Они обувались, одевались, шли субтитры, мультики закончились. Был голдеж, я так понимаю, все равно было шумно в зале, ну, и дети, понимаете. Все, она просто убежала вниз, все. Ее не считают виновной. Она сейчас пьет там по городу, говорят. Все люди говорят об этом, что она погубила детей. Но следствие считает, что она не виновна. Провели следственный эксперимент. Что было слышно, что посадили взрослых людей в зал. Нашли типа такой же кинозал. Все услышали. Они же ждали этого, что она придет и скажет. И они посчитали, что дети, которые там сидели, тоже сидели и ждали ее, когда она забежит, и скажут, что пожар надо бежать. Скажите, а учительница, которая была... Я так понимаю, что родители здесь не считают ее виновной. Нет. Потому что, да, потому что там еще были родители, да, и, соответственно, соответственно, а она сама вообще как? Она, у нее наверняка есть чувства... У нас винили ее. Одна семья, как бы, ну, смирилась с этим. А одна семья до сих пор ее винит. Хотя у этой девочки было и отец, и мать. Ну, а что говорят-то? Ну, то есть, в чем вина? В чем вина? Ну, в смысле, ей надо было сгореть с детьми. Вот вы ездите на суды, вы слышите, о чем там говорят. Может, вы знакомы с официальной версией, да, наверняка. То есть, причина пожара, да, то есть, причина возникновения пожара и так далее и тому подобное. А вы, скажите, вы доверяете этой официальной версии? Лампа начала плавить, короткое замыкание, лампа плавится, падают огненные капли, кубики начинают гореть, пожар быстро распространяется, дым, ну, и так далее. Честно, честно, нет. В это никто не верит. А почему никто не верит? Она же, по-моему, достаточно стройная, эта версия следствия. Ну, не знаю, просто мы на суды, когда вот ездим, люди же приходят, да, родители, да, там. Много кто, говорит, мы пробовали, даже поджигали вот эти вот вещи, они не горят, говорит. Кубики. Да. Как загорелось там все. А вот родители поселка, родители погибших детей, которые живут в поселке, как большая часть, или все, или как считают, от чего это произошло, что там произошло, причина какова? Халатность. Халатность, это, ну, халатность, вы сказали еще бардак, да? Бардак. Это, это такое, оно, оно такое, достаточно, ну, общее слово, и все, все, как бы, с одной стороны четко описывает, но с другой стороны оно общее. А вот конкретно, как вот вы считаете, хорошо, давайте, вот, если мы будем говорить про вас, как вы, как вы считаете, причина вот этого пожара, она в чем произошла, она в чем, в ком кроется? Ну, Ну, это все равно человеческий фактор, я не могу вам это объяснить. Как это, как это вам объяснить? Каждый пожар, это дело рук человек, не может, дыма без огня не бывает, понимаете? Просто, как это объяснить? Ну, если, конечно, короткое замыкание, да, я понимаю, короткое замыкание, да, там, высоковольтные провода, ну, силовые. От проводки горят, я понимаю, да, но, опять же, опять же, чтобы так все быстро загорелось, ну, это, опять же, материал, горючий весь, опять выходит к тому, что делали все, как пороховую бочку. Скажите, а как вы, вообще, как у вас дела? Ну, помаленечку. Продолжение следует... Продолжение следует...